При тирании проб и ошибок удалось создать свою атмосферу внутри компании, которая как раз-таки делает из рядовых сотрудников адвокатов бренда, приверженцев и, в общем, своих людей, которые за нас горой. Ну и я тоже, в принципе, к ним могу быть причастен. А сначала расскажу, кто такие вообще SoftBalance. SoftBalance — это крупный системный интегратор, разработчик программного обеспечения. Работаем мы в разных направлениях, в том числе интернет-проекты. Но в основном SoftBalance известен по автоматизации управленческого оперативного учета на различного рода предприятиях, от малого бизнеса до среднего, крупного и так далее. Нам уже 23 года, совсем недавно мы отпраздновали свое 23-летие, с 93-го года мы на рынке. Компания работает больше 250 специалистов различного профиля. В целом, в основном, в компании работают технические специалисты. Это программисты, IT-инженеры. Ну, есть бизнес-аналитики, менеджерский состав. Но в основном это люди технического склада ума. И я сначала буду рассказывать о том, как люди приходят в компанию. То есть, что происходит в самом начале. Так, секунду. Обратно вернемся. Ну, я еще хотел показать, что мы гордимся некоторыми интересными проектами с крупными достаточно компаниями. И перейдем уже к работе в компании. Дарим радость первого контакта с компанией. Сразу скажу, что у HR нашей компании, специалистов HR, нет такой задачи прям создать какой-либо определенный эффект, воздействовать на новых соискателей какими-либо там манипуляциями или как-то продать себя. То есть, я продаем компанию потенциальному сотруднику, берут специально в кавычки, потому что у нас не занимаются этим. Я потом подробнее расскажу о том, как происходит все. Сначала хочу остановиться на вау-эффекте при первом контакте. Как он достигается? Переключаясь просто… Ну, то есть, я расскажу, в принципе, о своем опыте. Когда я пришел, что мне понравилось, так это интерьер. Довольно замечательно, красочно все выглядит. Как думаете, кто занимался обустройством? Ну, это просто ресепшн. Не директора и не дизайнеры, это офис-менеджеры. Ну, то есть, конечно, там закупалась мебель, закупались там расходные материалы всякие, логотипы, все это делалось. Но ресепшн, где мы встречаем всех новых соискателей, наших клиентов, переговорные, которые рядом находятся по бокам, это вотчина именно офис-менеджеров. То есть, девушкам дается креатив. Пожалуйста, это ваше место, ваша задача сделать так, чтобы люди, приходящие в компанию, неважно, это наши сотрудники, либо внешние клиенты, чтобы они чувствовали вау-эффект, чтобы они понимали, что здесь хорошо, уютно и комфортно. И они занимаются тем, что придумывают различные оформления, они занимаются тем, что продумывают, какими должны быть переговорные. Это офис, переговорные. То есть, они продумывают, что вот, ну, понятное дело, что должны быть стулья, стол, там, монитор, часы. Какая вода должна стоять, сколько ее должно быть, вот, конфетки они там решили все-таки использовать. Там, как должно быть оборудование, какими-то дополнительными принадлежностями. Есть информация, например, о столовой, которая есть на втором этаже в бизнес-центре. Расписано меню, которое лежит на столе, то есть, приходят там клиенты или даже там соискатели, кто угодно. Люди сразу там могут почувствовать себя комфортно. Вот, так происходит встреча с клиентом. В самом офисе мы можем увидеть, что сотрудникам дается свобода выражения. Вот, стена, оформленная, вот, по примеру, вот, в отделе разработки, она была оформлена самими сотрудниками. То есть, это не, там, заказ на какой-нибудь дизайн-студии. Просто у сотрудников есть хобби, они занимаются чем-либо. И какой-либо из сотрудников, например, пришел к выводу, что давайте-ка сделаем вот так. И выступил об этом сначала в обращении внутри отдела, а потом поговорил об этом с руководством. Ну, почему нет, давай, все согласны, пожалуйста. Вот такая красочная штука получилась. И все довольны. То есть, возвращаясь опять к тематике, пришел новый человек. Он проходит собеседование, видит всю эту красоту, достигается положительный эффект. Что происходит дальше? Вот. Собеседование могут проходить также в конференц-залах. Тоже он оформлен, все красиво. Например, да, вот наш конференц-зал, в котором и мне приходилось выступать, когда я проходил собеседование. Далее уже мы общаемся непосредственно с искателем. Ну, не я лично, а наша, а я часть службы. Продаем компанию потенциальному сотруднику. Я беру в кавычки, потому что задача, задача изначально просто оценить потребности кандидата. То есть, там, белая зарплата, график свободный, там, без задержек к выплатах. Оценить, что он хочет и предоставить ему это. То есть, сопоставить, что он хочет и тому, что он может дать. Вот, все, в принципе, как работает схема, больше ничего продавать не нужно. Нужно потом просто понять, подходит ли этот человек для нашей работы, выполнит ли он все функциональные свои обязанности и покроем ли мы его ожидания. HR-служба софтбаланса старается никогда не превышать вот эти ожидания. То есть, не обещать никаких золотых гор, не говорить о том, что ты там, ну, то есть, вообще ничего более не преувеличивать. Просто по факту объяснить человеку, как будет построена работа, какие мы можем предоставить условия. То есть, не происходит, как конкретной продажи какой-то, нет никаких особенных манипуляций или там каких-нибудь фишек. Просто человеку рассказывается о том, что есть, смотри, работа, мы тебе даем стабильность, зарплату, ты же хочешь трудиться, да, ты специалист, мы тебе даем возможность самореализоваться. Чуть позже я потом буду об этом еще подробнее рассказывать. С твоей стороны мы ожидаем, что ты будешь выполнять вот эти обязанности по рукам, по рукам. Хорошо. То есть, продажа, как таковой, она довольно простая. У нас есть спрос к тебе, у тебя есть спрос к нам. Что происходит дальше? Как мы извлекаем сотрудников уже становиться адвокатами бренда с помощью того, что им становится очень комфортно внутри коллектива, внутри компании? Достигается это за счет того, что к сотрудникам новым, скажем так, их окутывать вниманием на какое-то время, чтобы они быстрее освоились. Как это происходит? Во-первых, когда приходит человек, он составляет, ну, с помощью, соответственно, HR-службы, составляет небольшой портрет. Но нам неинтересно рассказывать о человеке о том, где он работал, какие он там выполнял проекты. Это интересно его непосредственно, там, руководителю отдела. Это интересно, вот, по рабочим обязанностям. Все остальные компании, у нас много разных направлений, много разных, там, сотрудников, специалистов разного профиля. Интересно, кто ты? Ну, по сути, какой ты человек? Поэтому мы составляем портрет сотрудника, мы составляем список того, что ты любишь, чем ты увлекаешься, какой ты сам по себе. И делаем рассылку по всей компании. То есть каждый человек, сотрудник, специалист на рабочем месте может узнать о том, что к нам пришел новый человек, увидеть его фотографию, познакомиться с тем, что он вообще, ну, кем он является сам по себе и как он живет. Знакомство и экскурсия. Тоже очень такой приятный факт. Ну, для сотрудника, для новичка он может быть немного стеснительным, но с точки зрения влияния в коллектив это очень полезно. У нас очень много разных отделов, кабинетов, и HR берет нового сотрудника за руку, ну, буквально, не совсем в буквальном смысле, и проводит его, знакомится по всем кабинетам. Эта процедура не очень длительная, она занимает 10-15 минут, но это очень полезно как новому сотруднику там приобщиться, потому что все встречают его радостно. Привет, мы очень рады тебе. И HR объясняет, что смотри, здесь у нас там отдел внедрения, здесь программисты сидят, они там программируют отраслевые решения для разного рода бизнеса. Здесь у нас, смотри, там столовая, здесь у нас служба обеспечения офиса. И он, конечно, может быть, все не запомнит, но уже вольется, уже будет понимать, кто где. И за счет того, что встречают его всегда с хорошим настроением, сотрудники, новые сотрудники, получают такой небольшой позитивный триггер о том, чтобы в хорошем расположении уже приступить к работе. И welcome встречи проводятся. Когда сотрудник только пришел, сначала он начинает адаптироваться, у него представляется ему наставник, то есть руководитель отдела. И потом, спустя месяц, полтора, мы набираем команду, то есть коллектив таких вот новых сотрудников и проводится для них welcome встреча. То есть текучка не очень большая. Как правило, такие встречи, ну не через полтора месяца, а когда наберется там 7-10 человек. Где-то раз в полгода получается. Welcome встреча описывает, чем живет компания, какие у нас есть различные там мероприятия, какие у нас есть корпоративные мероприятия, какая у нас есть цель, миссия, ну и в принципе так знакомиться с общим корпоративным духом. Опять же, это позволяет людям эмоционально приобщиться к бренду софт-баланса внутри компании. Плюс мы рассказываем, да, новым сотрудникам о том, какие есть различные там возможности, какие есть плюшки и всякие позитивные моменты, помимо денег. То есть, ну здесь я хотел также рассказать, что по адаптации, да, мы, рабочие обязаны, соответственно, это уже внутри отдела происходит. То есть каждый сотрудник приходит на работу, ему составляется план развития. Есть информационная система, в которой сохраняется все активности, которые он должен выполнить. Называются они цели. То есть у тебя есть там определенный срок, два месяца, два, три, когда ты должен достигнуть каких-то определенных целей, чтобы продвинуться дальше. Но опять же, это должен, это в принципе обязательно, но на человека никто не дает с точки зрения там вот 17 числа дедлайн, и ты как бы обязан кровь из носа. Нет, человек может подкорректировать данные этапы и сказать, что вот я выполню это тогда, это тогда, это тогда, вот я справляюсь. Цели позволяют двигаться сотруднику, новому сотруднику в плане достижения профессиональных результатов. Обязательно есть наставник, как правило, это руководитель отдела, либо какой-либо там старший программист, который будет контролировать эти цели и стоять ответственным по этим задачам. Таким образом, у сотрудника нового всегда есть человек, который ему поможет. Но это может быть не один человек. Софтбаланс такая, скажем так, атмосфера, когда любой человек может обратиться к любому человеку. Причем, если я попаду не по адресу, мне не скажут, извини, это не ко мне, я тебе не помогу, меня просто перенаправят. Таким образом, просто построено общение. За счет этого достигается опять же эффект того, что я являюсь там, например, адвокатом бренда Софтбаланс за счет того, опять же, что я успел познакомиться с таким отношением внутри коллектива. Ну, это позволяет также вовлекать в общую корпоративную жизнь, о которой я скажу вот далее. Вот. Хотел рассказать про нематериальную мотивацию. Ну, это не то, чтобы прям мотивация, но это какие-то определенные особенности и какие-то определенные моменты в работе или не в работе, или в отдыхе, которые позволяют любить там сотрудникам свою компанию больше, чем просто работу. Во-первых, свобода действий. Это означает, что сотрудник не привязан к какому-то определенному месту или какому-то там времени работы. То есть у тебя есть задачи, ты их выполняешь, неважно где ты, с кем ты. Ну, то есть главное, чтобы ты добивался, добивался результата. Если тебе нужно куда-то уехать навстречу, ты едешь навстречу. Мне не нужно постоянно информировать своего руководителя о том, где я, что я делаю. Он всегда это видит в календаре, если он хочет посмотреть. Потому что просто я отмечаю, бронирую какие-то помещения, либо бронирую какое-то время где-то на что-то. Компания всегда стимулирует сотрудников к развитию таким образом, что сотрудник, который получает дополнительные какие-то сертификаты, там навыки, знания, он получает процентные надбавки к зарплате. То есть программисты, которые сдают экзамены, обучаются, сдают экзамены, получают потом больше денег. Соответственно, мы стимулируем, нас стимулирует всегда к развитию. Ну, это не только программистов касается, вообще любого специалиста. Плюс, если я, как специалист, понимаю, что мне важно там поездить какой-то курс, он на стороне стоит денег, у любого человека есть свобода, выражение, инициатива. Я могу обратиться даже к президенту компании, сказать, что вы знаете, очень интересный курс, я хочу получить знания, но они стоят денег. Компания может в довольно быстром порядке, без каких-либо лишних согласований, мне одобрить оплату этого обучения на стороне. То есть понимая, что они вкладываются в специалиста, который будет в итоге приносить пользу компании. То есть такой очень мягкий человечный подход, который заставляет любить свое рабочее место, любить свою работу. Сервис для внутренних клиентов, это я хотел рассказать о том, какие у нас в офисе есть всякие интересности, помимо рабочих обязанностей. То есть по факту, ну что человеку нужно, пришел на работу, вот тебе рабочее место, вот тебе рабочие инструменты, пожалуйста, работай. Но этого мало, а софтбаланс имел цель, и в итоге добился того, что создал такую небольшую семейную атмосферу внутри компании. Когда мы не просто приходим на работу поработать, мы еще и как бы, мы люди, мы еще и общаемся. То есть у нас есть кружки по интересам, ну кружки это в кавычках, это футбольные команды, волейбольная команда. Если люди собрались и хотят чем-то активно заняться, компания всегда их поощряет. Если есть интерес, компания может там компенсировать расходы, например, на аренду спортивного зала. И любой человек, любой там маленький коллектив, который соберется, может выступить с таким вот, ну кратким заявлением о том, что у нас есть интерес, мы хотим заниматься подобными какими-то вещами. Всегда, всегда это поощряется. Это касается не только развлечения, это касается и там общекорпоративных каких-то дел. То есть у нас есть идея там улучшить нашу жизнь, у нас там есть новый внутренний проект, давайте этим займемся. Это всегда встречается позитивно. Ну то есть, конечно, не каждая идея доходит до реализации, но она точно всегда находит время для обсуждения и уделяется этому определенное внимание. И также существуют внутренние курсы повышения навыков. Например, если у меня возникнет идея о том, что неплохо было бы нам, ну английский у нас есть, например, по изучить французский, и я сделаю рассылку внутри компании, откликнется там какое-то определенное количество людей, мы запросто сможем организовать такие курсы внутри компании. Это касается, в принципе, абсолютно любого направления. То есть мы стараемся развиваться не только как люди, как профессионалы в какой-то конкретной узкой отрасли, либо там не узкой отрасли, а просто как люди, почему бы и нет. Ну, это круто, когда я не должен тратить время на дорогу куда-нибудь, на курсы английского языка, когда я могу в своей компании приехать просто на полчаса пораньше, у нас будет урок английского языка. Да, конечно, я буду нести за это какие-то определенные свои расходы, но это очень удобно. Причем это касается абсолютно любых направлений. Да, о чем я уже говорил, в чем, ну, за что сотрудники софтбаланса очень любят софтбаланс, обойдемся без 9.18. Да, нет у нас такого. Ну, есть, конечно, люди, которые работают с клиентами, им важно быть на рабочем месте именно в то время, когда они общаются с клиентами. То есть, тут есть какой-то строгий период. Но, что касается там программистов, дизайнеров, верстальщиков, тестировщиков, кого угодно, пожалуйста, у тебя есть свои задачи, ты их делай, но где ты и как, ну, какое время ты их хочешь делать, это твои личные как бы обязанности, твои личные интересы. Кто-то работает ночью, у нас офис работает круглосуточно, каждый человек, каждый сотрудник может приехать в любое, ну, удобное время, когда ему хочется заняться задачей и выполнять эту задачу. Пожалуйста. Если, есть даже такое, что до 5 рабочих дней, если у тебя больничный, ты можешь его не закрывать больничным. Может, там какие-то, по каким-то юридическим своим проволочкам решили до 5 дней не требовать больничного сотрудника, потому что проще будет так его закрыть какими-нибудь там своими взаиморасчетами. То есть, если мне нужно, ну, не взять выходной, а просто у меня как бы есть свои дела, я могу запросто отлучиться, потом приехать обратно в офис или поработать из дома, никто не будет стоять за спиной, смотреть в нее монитор и контролировать, где я нахожусь. Задача руководства сделать так, чтобы я чувствовал себя комфортно, чтобы я чувствовал себя личностью, когда я высказываю какие-то свои интересы, чтобы ко мне прислушивались. Интересы касаются не только там досуга, они касаются и самой работы. Я могу запросто выступить с предложением, там, создать, ну, какое-нибудь мероприятие подобное этому или там придумать новый дизайн листовок. Пожалуйста. Всегда это находит отклик и всегда, ну, как правило, не всегда, как правило, это доходит до какой-то хорошей реализации. Да, неважно где ты, важно как ты работаешь. Что от меня требует начальство, так это то, чтобы я выполнял какие-то определенные свои показатели. То есть, это не KPI, это показатели там по выработке. Может быть, у программистов это показатели по тому, сколько они закрывают часов, какие проекты закрывают. То есть, как я буду добиваться результата, от меня не требует. То есть, ну, конечно, у нас все происходит в информационной базе. У нас все видно, кто что делает. Но никто не является таким жестким большим братом, который следит за каждым действием и контролирует каждое слово, которое я скажу, каждый шаг в какую-либо сторону. Свобода действий, она позволяет свободе выражения в человеке выйти на первый план. И, ну, не знаю, я лично чувствую очень комфортно себя в такой атмосфере. Мои коллеги, я думаю, ко мне присоединятся. И за счет того, что человек чувствует себя очень комфортно, он чувствует себя личностью, личностью с какими-то определенными там творческими порывами, ну, то есть, может быть, не творческими, а просто какими-то идеями интересными. И он понимает, что эти идеи находят отклик у начальства, у руководства и может в итоге реализовать себя, как-то повлиять на жизнь компании в позитивном смысле, то это заставляет, опять же, любить свою работу. Все достаточно просто. О плюшках. О плюшках, фишках и всяких интересностях в нашем офисе. Хочешь обучаться и читать различные книги, есть корпоративная библиотека. Я подхожу к большому шкафу с книгами, там есть литература по программированию, по маркетингу, по менеджменту, по всему чему угодно. Мне достаточно достать свой пропуск, сосканировать штрих-код книги и пробить, что это я его взял. Соответственно, запускается бизнес-процесс, что мне дается на прочтение книги какое-то время и напоминалка, что я должен вернуть книгу в библиотеку. То есть, пожалуйста, доступ к корпоративной базе книг, читай, знакомься, увлекайся. Ну, то есть, там не только профессиональная литература, любая литература. Хочешь какую-то определенную книгу, ты можешь не идти в магазин, ты можешь сказать там, службе обеспечения офиса, что давайте закажем интересная книга, ее закажут за счет компании, а ты потом почитаешь и даже другим почитай. Это очень круто. Ну, про стимулирование к росту я уже говорил, то есть, подготовка, сдача экзаменов очень приветствуется, с этим помогают, то есть, зарегистрируют, покажут, где что посмотреть, как подготовиться за экзамен. Ну, если это профессиональный экзамен, компания заплатит, соответственно, человек получает сертификат, еще и премиок сертификата получает программист 1С, например. Ну, и, соответственно, навыки, регалии, которые копятся у человека, позволяют ему потом больше зарабатывать. Курсы повышения квалификации вне компании тоже я уже, успел затронуть. Если у меня есть потребность обучаться, ну, с профессиональной точки зрения, конечно, личные мои какие-то курсы повышения квалификации, это мое личное дело, но если я скажу, что вот я программист, и вот у меня есть интересные курсы какие-то там по новым каким-то платформам, и мне это важно, я буду лучше работать, начальство, как правило, идет на это с позитивом и согласовывает все это. Внутреннее обучение, да, тоже уже говорил, любые тематики, пожалуйста, любая, скажем так, любой кружок людей может собраться, зарезервировать там какое-либо помещение и заниматься там какими-нибудь внутренними обучениями. То есть можно как приглашать специалистов из вне каких-то тренеров, но за свой счет компания может компенсировать часть расходов, если это будет постоянно. Например, как с английским языком. Регулярно постоянно происходит в офисе обучение английскому языку, часть платит компания, часть платит сотрудник. Если сотрудники решили просто там, не знаю, у нас были такие практики, мы ставили там переговорный клуб, когда люди приходили поупражняться в риторике. У нас есть внутренние тренеры, которые занимаются там постоянными переговорами, которым есть чему научить других людей. И собирались целый конференц-зал, куда мы приходили, тренировались, деловые игры устраивали. Причем собирались не только менеджеры, которые общаются с клиентами, которым это важно. Программисты собирались, дизайнеры приходили. Ну просто, чтобы прокачать какой-то определенный навык. И это может касаться абсолютно любой сферы деятельности или абсолютно любой части жизни любого человека. То есть, пожалуйста, мы не только работаем, мы еще и учимся, мы там в каком-то смысле немного развлекаемся, если это не касается работы, а касается просто каких-то увлечений. Все это можно делать и все это поощряется. У нас поощряется любое развитие человека. Если ты развиваешься, ты молодец. Ага, сервис для внутренних клиентов. Ну, опять же, возвращаясь к офис-менеджерам, которые оборудуют переговорные, вот у них возникла идея делать конфетки. Пожалуйста, давайте закажем конфетки. Они продумали, как будет выглядеть шоколадная плитка, продумали обертку. Ну, понимаете, за счет того, что сотрудник, офис-менеджер чувствует, что его идея находит понимание и сопровождение, и подтверждение, и в итоге реализацию, он ощущает то, что он является частью большой компании, непосредственной человеком, который влияет на позитивное ее развитие. За счет того, что он ощущает себя таким, ну, важным человеком, он любит свою работу. Это только одна из особенностей. Да, пожалуйста, есть комната отдыха. Причем, если мне, я почувствовал, что мне важно пойти, поиграть в настольный футбол, никто не будет говорить, не подожди, у нас есть определенное время, там, с 5.30 до 6, там, или с 10.30 до 11, в любое время я могу пойти отдохнуть. Ну, важно, чтобы это, конечно, не влияло на работу, то есть, если у меня там срочная задача, конечно, там, будет странно, если я буду бегать и отдыхать, но если у меня нет срочных задач, если я считаю, что пора сделать перерыв, никто мне ничего не скажет, никто никого не держит и нет никакого, там, движения из-под палки, то есть, никто никого не загоняет на рабочее место, никто не выгоняет его оттуда. Таким же образом, да, пожалуйста, можно поиграть в Xbox, можно посмотреть телевизор, если ты считаешь, что ты устал, отдохни, все очень просто, но при этом не забывай про работу. То есть, я не хочу, чтобы вы думали, что не контролируется все это, все очень четко контролируется, есть задачи, они все, как бы, в одной информационной базе, есть дедлайны по задачам, есть контролеры у каждой задачи, причем, есть контролер, может быть, там, у контролера еще один, там, на более высоком уровне контролер, то есть, там, топ-менеджмент, они тоже могут смотреть, как происходит работа. То есть, работа контролируется, выполнение работы стимулируется к выполнению, то есть, контролируется, как происходит процесс, но нет постоянного такого напряжения, давления, что давай, 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 делай, куда ты пошел, почему ты не на рабочем месте. Нет, пожалуйста, если ты все успеваешь, у тебя все происходит хорошо, вообще никто слова не скажет. Можешь спокойно иногда отдыхать. Как выглядит столовая? Достаточно простая такая импровизированная столовая, но за счет того, что софтбаланс занимается в том числе и внедрением автоматизации в общепите, они придумали такую схему, вот ее не видно. Здесь вот за холодильником стоит сканер, монитор и еще полка с товарами. То есть я могу не брать с собой еду на работу, я приду, могу выбрать что-то из холодильника, что-то на полке, там шоколадки, фрукты, лимонады, вода. Я пробиваю штрих-коды по товару и пробиваю себя, ну свою учетную запись. Соответственно, у меня потом просто из зарплаты спишется. То есть, ну, очень круто. Вроде бы не то, что очень жизненно важно, да, мы на работу устраиваемся не поэтому, но за счет того, что мы изначально проговорили со своим руководителем, с HR-службой о том, что вот у нас есть ожидания. Они говорят, да, вот мы ваши ожидания покроем. Они говорят, мне у нас есть от тебя ожидания, я говорю, да, хорошо, я готов там впрягаться, стараться, покрыть ваши ожидания. То есть мы договорились о главном, о том, что я буду выполнять такую-то работу, которую люблю, буду получать за нее деньги, но плюс ко всему этому добавляется все вот это. То есть я не привязан к рабочему месту, я могу выполнять работу в любое время, в любом месте. У нас есть столовая, у нас есть комната отдыха. Что у нас еще есть? Да, футбольная команда у нас есть. Да, сначала парни собрались и решили играть в футбол, им купили форму, им арендовали там зал. Ну то есть сначала все это на общей инициативе, и компания старается этому не мешать деньгами, так говорит наш президент, не мешать деньгами. То есть поначалу давайте вы сами. Если видно, что у вас прям на потоке все это, и интерес такой живой, хорошо, давайте. И сейчас в футбольной команде компенсируется аренда зала, закупили форму, они участвуют в соревнованиях, там девушки собрались и решили устроить там команду чирлидеров. Ну, участвуя во всех этих мероприятиях, начинаешь по-настоящему относиться к компании с такой душой, как бы. Ну, понимая, что ты, как бы, являешься такой частью хорошей семьи, можно сказать, такой дружной семьи. Что у нас еще есть? Регулярные, скажем так, выезды на природу. Называется день здоровья, летом проходит. Вот. Никто никого не заставляет ничего делать. Просто есть инициативная группа, она может быть там от двух до двухсот человек, которая сказала, что вот давайте мы будем делать такой, проводить регулярный день здоровья. Мы будем там приезжать, лазить, бегать по лесу, в общем, веселиться. Окей, хорошо, в этом участвуют все. И рядовые менеджеры, и рядовые программисты, и руководители проектов, и даже президент компании. Со всеми заодно в лесу. Ну, то же самое, только волейбол. Был футбол, еще есть волейбол, еще есть баскетбол, но фотографий нет. Ну, поверьте мне на слово. То же самое. Собрались ребята, посмотрели на футболистов, сказали, ну, в футбол мы особо играть не умеем, но в волейбол мы очень любим. Почему бы и нет? Пожалуйста. Компания оплатила участие команды в соревнованиях по пляжному волейболу. Вот достаточно счастливые лица бросают мяч. Турнир по настольному футболу. То есть настолько увлеклись ребята отдыхом, в комнате отдыха, и играли в настольный футбол, что даже участвовали в соревнованиях. Так, вернемся. Внутренние курсы повышения навыков. Опять же, если у меня есть потребность повышать какие-либо знания, и если у меня есть инициативная группа, которая со мной солидарна, это организовать можно очень быстро. Просто договориться, забронировать переговорные, никто не будет никого там держать. Если вы хотите, пожалуйста. Если нам нужны для этого какие-либо дополнительные средства, обычно сначала это инициатива сотрудников, но потом можно обратиться к посредственному президенту, и, скорее всего, в большинстве случаев он лояльно к этому относится и поощряет. Да, немножечко о согласованности среди сотрудников, как создаются у нас команды. Если создается, ну, скажем так, обычно у нас сотрудники работают много лет, и, как правило, новый сотрудник просто повливается в новую команду за счет того, что ему ставятся цели, такой бизнес-процесс, который он должен выполнить, о котором я говорил. Но если вдруг происходит то, что обновилось очень много людей, HR-служба проводит тренинги по командообразованию. Опять же, это не приказ сверху, это инициатива HR-служб, инициатива HR-специалистов. Просто они хотят заниматься своей работой, они получат за это дополнительные какие-то премии, благодарности, но это все не из-под палки. И сотрудники, которые приходят на такой тренинг, приходят не потому, что им нужно, потому что, скажем так, они этого сами хотят. За счет достижения вот этой атмосферы появляется стремление к росту, к сплоченности и так далее. Система адаптации и вовлечения довольно простая. То есть пришел, мы тебя со всеми познакомили, руководили проекты, там, или руководитель направления тебе проговорил, что ты должен выполнить. Корпоративные мероприятия, вот они, здесь у тебя на виду, всегда пригласят, всегда подскажут, куда сходить, ну, где у нас интересно, то есть, но никто никого не заставляет. За счет того, что никто никого ни к чему не обязывает, люди чувствуют себя свободнее, и, соответственно, они, ну, на самом деле, быстрее вовлекается весь процесс. Продвижение бренда внутри компании. Здесь я очень быстро расскажу, что видение компании и целей отдела, все это на welcome встреч проговаривается, и проговаривается, общение уже идет внутри отдела, с руководителем отдела и сотрудником. Незаметный внутренний маркетинг в софтбаланс используют с помощью, там, различных всяких фишек, вот этих, о которых я рассказывал, но в основном создание адвокатов бренда софтбаланса внутри софтбаланса достигается за счет того, что сотрудникам предоставляется много свободы, но при этом, как бы, контролируется контроль выполнения самой работы. То есть в плане самовыражения я абсолютно свободен, ну, в приличных, конечно, рамках, но в плане работы меня, конечно, контролирует, но при этом не с под палки, просто следя за тем, чтобы у меня все было хорошо, чтобы показатели выполнялись, если они выполняются, то вопросов вообще никаких нет. И напоследок, лицо бренда, лицо компании. Это очень важно, ну, откуда все идет, ну, простой тезис, лояльность к короне равна лояльность к королю. То есть, по сути, очень важный фактор создания адвокатов бренда внутри софтбаланса это лидерство президента компании. Он очень неформально подходит к людям, не шаблонно, это не тот генеральный директор, перед которым там боятся что-то сказать или который, знаете, там есть такой тип директоров, в которых очень большие кабинеты, в которых очень тихо, там никого нет практически, никогда к ним не ходят. Они очень злые, там, например, или, может, не злые, просто их боятся и с ними особо не общаются. Совсем другой человек, президент софтбаланс. Не то, чтобы у него дверь открыта всегда, но любой человек, любой человек, любой должности может к нему обратиться с каким-либо предложением или с какой-либо просьбой. Он либо перенаправит, либо поможет сам. Он сам может, ну, всегда очень по-человечески относится к специалистам и это создает очень такой позитивный настрой. Позитивный настрой на работу и позитивное отношение к самой компании. Он сам активно вовлечен в корпоративную жизнь. То есть, ну, я не знаю, как мне объясняли HR-службы, которые часто всякие мероприятия проводят, в том числе, ну, неформальные, что они не знали ни одного такого руководителя, которому бы сказали, слушай, вот тут нужно, не знаю, надеть костюм пионера и танцевать песенку, мы будем участвовать в конкурсе. Ты будешь? Да. Президент компании говорит, да. И потом все сотрудники это видят и расслабляет очень. То есть, нет никакого понебратства, есть субординация, она соблюдается за счет, ну, характера человека. Но в то же время он довольно открыт ко всем, скажем так, движухам, готов вписаться куда угодно, ну, как говорится, за любой купиш, кроме голодовки. И он готов подключиться к любому вопросу всегда. То есть, сделка это на 5 миллионов, там, какой-либо проект, либо это продажа, там, лицензии за 10 тысяч, неважно. Он всегда готов подключиться, помочь, либо просто сориентировать, если что-то не так. Да, вот он. Его зовут Владимир Ильич Каменецкий. Просто я нашел его цитату, по-моему, в российской газете. Может быть, и не там. А, в журнале «Коммерческий директор». Мне хочется построить компанию, в которой интенсивная работа профессионалов будет опираться на очень крепкую корпоративную культуру. Открытые, теплые, дружеские отношения между всеми сотрудниками. Я считаю, что, в принципе, ну, это не задача максимум может быть, но эта задача была выполнена не сразу, постепенно, со временем, за счет создания такой уютной семейной атмосферы внутри. И тезис о том, что внутри бренда те, кто его формирует. То есть мы создаем бренд для внешних клиентов, но мы же участники бренда внутри. Софтбаланс – это не Владимир Каменецкий, или это логотип, или там компания. Софтбаланс – это его сотрудники. Мы являемся брендом как для внешних клиентов, так и для себя внутри. Ну и напоследок уже там, скажем так, постскриптум всякие социальные мероприятия. День донора. Российский Центр Переливания Крови приходит к нам и забирает кровь. Настолько активно люди вписываются в это, что нас некоторых выгоняют. Говорят, все, стоп, хватит, все, не надо, вот, остановитесь. То есть все, у нас крови достаточно. Раз в полгода проводится. Детские праздники, пожалуйста. В компании сотрудники сами проводят постоянно, регулярно детские праздники. Дети наших сотрудников приходят, ряженые пираты какие-то, устраивают им конкурсы. Это проходит там не только на Новый год, но, в принципе, иногда праздники сами придумываются. Инициатива самих сотрудников. Президент компании говорит, что важно просто не мешать. Ни деньгами, ни чем-либо еще. Конференц-зал, в котором мы провели мероприятие. Таких мероприятий очень много. Как вы думаете, как будет сотрудник компании относиться к своей компании, когда у него есть возможность вводить детей на увеселительные мероприятия, на работу? Тимбилдинг, посадка деревьев. Да, ну тут достаточно просто. Во Фрудинском районе, в парке, просто взяли, собрались и пошли садить деревья. Такой небольшой субботник. Ну, во-первых, это тимбилдинг. Конечно же, сотрудники вместе поработали не за компьютером, а лопатой, что создает позитивную атмосферу. Ну и с точки зрения там социальных программ, создает позитивный имидж. Не только для внешних клиентов, но и для внутренних клиентов, то есть сотрудников. Да, и напоследок, да, мы боремся тут за экологию. Мы собираем батарейки, и там система наша подсчитывает, сколько килограмм сдано, и сколько в итоге почву спасено от отравления. Настолько все продумано. И собираем бумагу, которую сдаем в макулатуру. В офисе стоят такие зеленые, специально зеленые контейнерочки, куда мы складываем всю макулатуру. Ну, в конце такой тезис. Жизнь значит работать, а труд есть жизнь человека. На этом я хотел бы, в принципе, и закончить. Любите свою работу.